Я предлагаю создать правительство нашего хулиганского государства председателем Совета Министров с диктаторскими полномочиями с диктаторскими полномочиями предлагаю Купу Купыча Гениального Староста по гардеробу будет отбирать у них верхнюю одежду О, великий шкидский народ! Тебе дали парламент, но ты получил и каторгу! Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга. Вчера вечером на 1974 году ушел из жизни бывший актер Новомосковского драматического театра Вячеслав Голубков. Вячеслав Васильевич Голубков прослужил актером в Новомосковском драматическом театре более 40 лет. Родился Вячеслав Васильевич в 1949 году, со школьной скамьи полюбил театр и посещал драматический кружок. Будучи учеником 9 класса, прошел отбор на роль япончиков знаменитую картину режиссера Геннадия Палокия «Республика Шкит». Актеров в картину режиссер набирал исключительно из детских домов и спецприемников. Вячеслав был исключением, он жил в полной семье. С ролью япончика он справился блестяще, показав незаурядные актерские способности. Партнерами Вячеслава в этом фильме были Сергей Юрский и Павел Луспекаев. Японец был самым талантливым из нас, вспоминает писатель Леонид Пантелеев о Жоре Ионине. То же самое можно сказать и о славе Голубкове, который явно выделялся среди остальных мальчишек, снимавшихся в этой картине. Амплуа актера Голубкова – это комедийные роли в спектаклях и постановках. Особенно запомнились зрителям яркие образы, созданные Вячеславом Васильевичем в последние годы служения на сцене Новомосковского драматического театра, «Царь Аберон», «Сон в летнюю ночь Шекспира», «Доктор Лушин», «Первая любовь Тургенева», «Олимп Валерианович», «Мандат Эрдмана», «Кузьма Хирин», «Юбилей Чехова и судья Дон Гусман», «Бредуазон», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро Бомарше». С 2018 года Вячеслав Голубков проживал в Санкт-Петербурге. В городе на Неве он и будет похоронен.